хорошо давай друзья всех приветствую тебя тоже приветствую разумеется за то что искренне благодарность как и всегда наше время обсудить со мной рынке сейчас это важно потому что сегодня стартует симпозиум в джексон коле это важное событие для всех площадок потому что завтра будет выступать паул и он точно учит его ожидания которые присутствуют на рынке должен пролить свет расставить точки надо и прояснить то что будет с американской монетарной политики каждый раз когда мы с тобой рассматривали в последнее время то что происходит с индексом долларов все равно вот тенью шел этот новостной фон касательно будущих действий федрезерва что будет с процентной ставкой пойдет ли фрс на еще одно ужесточение монетарной политики до конца этого года либо тот уровень который был достигнут по ставке пять с половиной процентов это уже пиковое значение выше которого ставка уже не вырастет тоже устал от этих спекуляций относительно того что будет дальше уже хочется дождаться конкретных заявлений от паула и работать уже с фактами потому что мы можем гадать предполагать сколько угодно но в конечном счете финальное решение за руководством американского регулятора и завтра на торговой сессии пятницы обычно в этот день мы начинаем потихонечку уже о рынках забывать но завтра самая волатильная сессия этой недели тем более что уже если ориентироваться на скажем время gmc сейчас одну секундочку выступление паула на завтра запланирована уже на 14.05 ну то есть скажем так вторая половина дня будет интересно жарко как всегда друзья контролируйте риски следите за загрузкой гиподина какие мысли сейчас есть по основному набору инструментов за которыми мы с тобой следим давай демонстрации экрана перейдем как раз индекс доллара текущей котировки 103.37 вчерашняя торговая сессия очень волатильная максимум были плотную подобрался индекс доллара к отметке 104 когда вышли данные по индексам и производственного сектора сферы услуг настроение быстро испортились и доллар потащили вниз опять же статистика ну не прям важно вот сегодня кстати на повестке экономического календаря более интересные релизы частности заказан товар длительного пользования в 12.30 по gmt и первичные заявки на пособие по безработице кому интересно друзья посмотрите прогнозы что ожидают аналитики трейдеры эксперты от обоих релизов сегодня ждут плохие цифры и если вспомнить опять же посмотреть на такой последний опыт реакции доллара на слабую статистику это вчерашний вечер то если действительно сегодняшние данные также разочаруют то мы можем увидеть ликом дальнейшей распродажи американской валюты почему доллар так чувствительна к этой макроэкономической статистике потому что она меняет вероятность повышения ставки и если до выхода вчерашних данных по pmi вероятность повышения ставки там в сентябре по моему было около 16 17 процентов 16 процентов а в целом до конца года превышала 40 процентов 42 43 процента сейчас актуальные цифры ниже сентябре вероятность повышения ставки 13 процентов с небольшим а до конца года 34 я допускаю что если сегодня мы увидим еще один блок слабых отчетов то вероятность повышения ставки станет еще ниже и я надеюсь то что фрс не будет завтра ничего выдумывать не будет юлить и просто признает то что в текущих условиях самая лучшая стратегия это вообще ничего не делать и оставить ставку на уровне 5 и 5 подождать как экономика вообще с ней будет уживаться дальше для тех кто следит за долларом именно сохранение ставки это равносильно началом отказа от жесткой монетарной политики это вот прям сценарий для меня как для продавца доллара визуализирует что американская валюта все-таки развернется и пойдет ниже поэтому денег я сохраняю свой взгляд на потенциал снижения курса американского доллара что еще можно посмотреть британская валюта очень интересно сейчас поскольку мы понимаем что фонд тоже будет заложником тех движений которые пойдут по доллару но в отношении британской валюты есть еще и национальный фундаментальный фон связанный с тем что ждем сентябрьское заседание и ждем что в отличие от прочих регуляторов банк англии точно будет повышать ставку причем несколько раз в этом году вчера мощный обвал по сути до отметки 126 сейчас на четырех часовом таймфрейме видно что планка 126 тестировалась уже многократно но потом фонд быстро выкупает я думаю что этот уровень как раз сейчас можно как бы обозначить как уровень потенциального стоп-лосса если вам тоже импонирует сделка на покупку фунта из-за того что банк англии будет разгонять ставку и это соответственно должно быть благоприятно сказываться на динамике британской валюты а вчерашний обвал кстати он был связан с выходом слабых данных по индексам активности производства и в сфере услуг поэтому логичная реакция от сферы услуг никто не ожидал падение до семи месячного минимума но фонд прям растерялся на этом фоне и обновил локальными но быстро выкупили может быть из-за сознания того что все-таки слабость производства сферы услуг это следствие именно высокой инфляции мы знаем как с инфляцией нужно бороться жесткая монетарная политика перспективе должна поддержать все позиции фунта но здесь я тоже как бы вставлю еще несколько слов отмечу что я считаю что фунт в долгосрочной перспективе все-таки будет аутсайдером потому что британскую экономику ждет очень проложительная рецессия но сейчас когда мы ждем повышение ставки вот на сентябрьское заседание краткосрочно теряя среднесрочно фунт может еще отстроить вот эту длинную позицию и добраться до локальных максимумов может быть даже проведение отметки 1 30 и что касается рынка нефти 82 73 по бренду текущей котировки я думаю что снижение продолжится потому что настроение сейчас такие что рынок допускает что фрс может пойти на еще одно повышение процентной ставки именно поэтому доллар собственно удерживается на локальных максимум и все опасаются что в конечном счете это может стать причиной еще большего роста курса доллара и ослабление рисковых инструментов мне эта точка зрения сейчас эта идея не очень нравится потому что я в отношении рынка нефть всегда работаю с показателями спроса и предложения и здесь вот есть другой негатив он уже обусловлен китайской экономикой именно ухудшением макроэкономических показатель показатели его последние цифры по китаю это июльские данные по показателям импорта из россии с аудовской аравии существенная просадка в целом июль импорта в июле в китае нефть скатился на 16 процентов это тоже говорит уже о многом я думаю что в ближайшее время на ближайшие недели лучше держаться подальше от длинных позиций но по крайней мере они будут рисковать хотя долгосрочно я считаю что нефть обязательно вырастет 90 95 100 долларов там нет никаких сомнений но может быть в этом плане не сейчас жадничаю знаешь и хочется найти более интересную точку для входа и если прямо повезет где-нибудь выкупить нефть в районе 80 это будет прям мне кажется подарок ну буду надеяться что этот эта возможность подвернется также как и более низкие ценовые уровни так слово тебе хорошо так ну что ж тебя я услышал есть некоторые тоже мысли по этому поводу я бы сказал больше корректировочные относительно ценовых значений значит по поводу евро и евро по моему в прошлый раз я как раз озвучивал здесь просто были обалденные зоны хеджа значит недельная ближайшая у нас в районе 1.0865 но более сильная гораздо более значимая у нас на 1.0810 именно отсюда вчера как раз был сделан локальный такой отскок вверх я думаю что вот это движение вверх во всяком случае судя вот по объемам более младших таймов что сделали локальную кульминацию то есть что в таком случае цена откорректируется вниз там ну ориентировочно где-то может 1.0830 40 в этом диапазоне вот и отсюда попытаются пройти на перекрытие вот полностью вот этого вот локального сегмента то есть в область 1.0930 вот во всяком случае хотелось бы чтобы так произошло потому что тогда это будет полноценный действительно заход но во всяком случае по опционам хенджем здесь залили ну реально очень мощно есть конечно же уровни и пониже они мне не так сильно внушают доверие как все-таки вот этот близлежащий диапазон и к тому же это у нас еще и граница рынка текущего месячного контракта с экспирацией 8 сентября то есть это через пятницу так что здесь я думаю такую заходную на разворотку сделать можно в любом случае все решится вот примерно вот 1.0830 40 а по поводу фунта нечто кстати очень похоже здесь конечно еще веселее движение получается раз-два-три-три раза вот ударяется от минимум отскакивают к контрактному депоку сказать что здесь какие-то серьезные диапазоны там того же хенджа нет такого нету на самом деле в целом движение вверх у нас пока еще здесь не сломлена то есть для полноценного его перекрытия это нужно чтобы цена там гораздо ниже опустилась там вообще где-то в район 1.23-23.5 ну туда еще пока мы об этом конечно говорить рано если евро кстати на себя вытянет то и по фунту здесь вполне возможно что у нас дадут коррекционное коррекционное движение вниз что-то типа вот вот такого но здесь нет к сожалению диапазонов которые можно будет по пути вчерашнего движения как-то ориентироваться но при этом достаточно хороший был вчера объем лит и результат на этот объем был как раз откупной вверх до этого подобный объем у нас был вот здесь и тоже дали неплохой от в дальнейшем не пробивали то есть фактически это повторный тест кульминации которого я ожидаю примерно вот такой расклад то есть здесь единственная величина вот это неизвестно насколько коррекция будет глубокая может быть там будет небольшая где-то 26.80 может там отпустится наоборот на 26.50 то есть заранее к сожалению предугадать него невозможно но тоже через коррекцию я ожидаю все-таки рост точно так же как и по евро что касается нефти по нефти я еще с прошлой недели как раз продавал кусочек только вот еще взял на покупку на чисто коррекционное движение а на продажу мне прям классным был лимит вот этой зоны но к сожалению не добились здесь сочетание очень хорошее техническое то есть с одной стороны мы пробили восходящий канал вниз при этом сформировали зону продавцов также при коррекции подтвердили что здесь у нас есть одна вторая маржа сопротивление которое дополнительно будет давить на цену и также перекрытие полностью всего сегмента то есть это тоже разворотный патрон дальнейшее насколько глубоким будет дальнейшее движение вниз следующие ну реально значимый диапазон у нас находится как раз в районе где-то 74 если посмотреть более масштабно на эту область то получается что у нас есть вот левый сегмент накопления пробой вниз вверх формирование потом нижнего еще накопления полную выстрел вверх к верхним границам то есть к самому важному сопротивлению и отсюда корректировка вниз чаще всего доходит где-то вот в эту область то есть это диапазон вращения то диапазон который цена видела с обеих сторон и теперь самый главный вопрос а смогут ли туда дойти потому что если сюда дойдут то конечно это будет очень такой серьезный шаг тому чтобы отсюда сделать уже новые новые откупы по маржиналке примерно чуть чуть выше находится текущий текущих уровней по опционам то есть это уровни проторговок именно это не прям границы этого не проторговок но вот этот диапазон сам по себе он действительно очень хорош поэтому я думаю что хотя бы даже вот так вот сюда могут запросто добить поэтому пока что с покупками я бы сильно не спешил а самый простой способ кстати можно сделать вот такую трендовую сопротивление когда цена и сможет полноценно пробить вот тогда уже будем рассматривать возможности для покупок пока этого не произошло продажи здесь конечно в приоритете будут денис спасибо тебе за рекомендации опять же ждем выступление павла надеюсь то что он привнесет не только волатильность это хорошее дело конечно же но и добавить да но и добавить ясности все таки что делать дальше а не так чтобы мы на следующей неделе снова угадали типа симпозиум уже позади выступление павла позади а что поставки опять неизвестно будем ждать тогда получается следующих фундаментальных событий ну ладно я смотрел кстати от других банков от того же от берклиса от сити от голдманов уже не ждут повышения но в этом случае это мнение именно банков их аналитикам что они уже не ждут повышения ставок то есть это был у нас пик а снижать начнут следующей весной где-то ближе к маю консенсус такой идет я думаю что уже нет не будет смысла павлу дополнительно в резину тянуть 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 если уже рынке на это полностью настроились то логичные рынки не разочаровывать да надеюсь тоже вот что он будет конкретен но в этом плане и тогда конечно же на следующей неделе все это обсудим и нет еще раз спасибо что нашел время те тоже хорошего закрытия недели и классных выходных спасибо спасибо тоже взаимно и до скорых встреч пока 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 пока